В 2009 году, когда впервые заговорили о биокоже, многим это показалось сказкой. А вот инвесторы поумнее, медли, с вложениями не стали. И сразу с молодыми учеными подписали выгодный для себя договор. Пылу, так скажем, инновационный такой, полуазарта, да, когда мы молодые ученые выступили, впервые шагнули из лаборатории в поле дикого бизнеса, даже наукоемкого бизнеса, на котором работают законы джунглей, да. Мы подписали соглашение о том, что мы производим именно геоматрикс. Геоматрикс нам производить нельзя без московского бренда. Это геоматрикс, торговый знак москвичей, это на 20 лет. Это такой патент вышел. К счастью, на момент подписания соглашения ученым хватило ума не влезть в научно-техническую кабалу. Но уха у оренбургской биокожи осталась в головах наших первооткрывателей. А это значит, что поменяв обертку и усовершенствовав технологию, можно будет говорить о создании своего во всех смыслах продукта. Если мы так будем говорить, это класс умных повязок. А настоящая биокожа, она впереди. Это тот материал, который будет с клетками, который можно будет пересаживать и восстанавливать полностью кожные покровы. И на основе которой можно выращивать целую, допустим, органную структуру. На сегодняшний день изобретение получает все большее признание. Биокожа становится доступнее. Особенно для оренбургских пациентов уже ряд поликлиник начали работу с этим биоматериалом, отмечая положительный эффект. Позволяет снизить период реабилитации, ну и улучшить качество жизни. То есть у больных лучше все приживается. У них нет таких болезненных ощущений, когда у них снимают повязки. Чтобы будущее оренбургской биокожи было светлым, необходимы солидные вложения. Инвесторов будут привлекать, но только на взаимовыгодных условиях. Чтобы оренбургское ноу-хау так и осталось нашим местным открытием. Татьяна Кошелко, Игорь Бероев, Виктор Яковлев. Новости дня.